МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. В начале коротко о некоторых темах выпуска. В море приостановили поиски пропавших мальчиков. Двух сочинских подростков накануне смыло штормом. Выделят ли Сириус в отдельный городской округ? В Сочи сегодня состоялись публичные слушания. Ипотечную квартиру можно будет продать самостоятельно. Такой законопроект рассмотрят в Госдуме. Кому трагедия, а кому отличная тренировка? Ветер внес коррективы сразу в три всероссийских регаты в Сочи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сочи продолжаются поиски двух мальчиков, которых смыло в море. Напомню, вечером 25 февраля двое 14-летних подростков переходили вброд устья реки Псезуапсе в районе пляжа Багратион, поселка Лазаревская. Оступились и упали. Течением реки их вынесло в море. Накануне поиски детей осложнял шторм. Сегодня с раннего утра на поиск мальчиков вышел катер со спасателями на борту. Поиски ведутся и с помощью беспилотника и вертолета. Задействованы следователи, полицейские, волонтеры. Администрация города принимает все меры по поиску, по обеспечению поиска пропавших детей. В рамках развернутого штаба глава города КП Городский Алексей Сергеевич держит ситуацию на контроле. Работа штаба будет осуществляться до полного завершения поисковой операции. Население осталось неравнодушным, оказывает значительную помощь по поиску. Дело в том, что расстояние поиска по береговой полосе значительное, поэтому без помощи местного населения волонтеров поисковые мероприятия было бы осуществлять значительно сложнее. На месте развернут оперативный штаб под руководством главы города. Работают 200 человек и 17 единиц техники, включая все силы и средства МЧС, а также городские службы. В связи с ухудшением погодных условий в акватории суда МЧС приостановили поиск. Он будет продолжен с наступлением благоприятных условий. На берегу поиск продолжается. Уже обследовано более 24 километров. На въезде в Сочи задержан водитель с самодельным пистолетом. Его машину Mercedes-Benz остановили для проверки документов на посту Магрии. В кармане водительской куртки полицейские обнаружили пистолет и магазин с восьми патронами. Экспертиза подтвердила это нарезное короткоствольное огнестрельное оружие. Но изготовлено оно самостоятельно. Патроны пригодны для стрельбы. В отношении 35-летнего приезжего водителя возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Выделят ли Сириус? В Сочи сегодня состоялись публичные слушания по вопросу преобразования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи. Его предлагается разделить на муниципальное образование городской округ Сочи и городской округ Сириус. Слушания были назначены на сессии городского собрания Сочи, прошедшей 14 февраля. Слушания прошли в концертном зале фестивальной. В состав комиссии вошли депутаты городского собрания Сочи, законодательного собрания Краснодарского края, руководители общественных организаций, в том числе ветеранских, директоры крупных сочинских предприятий и образовательных организаций, представители общественной палаты города. На слушаниях также присутствовали пять независимых экспертов из руководства сочинских вузов и торгово-промышленной палаты. А еще до проведения слушаний в городском собрании работала специальная комиссия. Она принимала от жителей предложения по вопросу преобразования города. Такие рекомендации поступили от 238 человек, большинство из которых выступили «за». На сами слушания сегодня пришли 243 человека, выступили все желающие. Звучали мнения «за», звучали мнения «против». Но подавляющее большинство участников слушаний поддержали предложение о выделении городского округа «Сириус» в отдельное муниципальное образование. Это мнение наших граждан, и мы, как представители нашего города в законодательном состоянии Краснодарского края, не можем с ним не считаться. Подавляющее большинство участников согласились с разделением городского округа «Сочи» и городского округа «Сириус». Многие приводили пример с олимпийским строительством, когда в городе возводили сразу 450 новых объектов, что доставляло жителям неудобства. Но через несколько лет все оценили экономическую целесообразность таких перемен. Жители ожидают такой же положительный и долгий эффект от появления нового городского округа. Многие высказали надежды, связанные с будущим образованием своих детей в инновационных школе и университете «Сириуса». Они содержатся полностью на федеральные средства. Почему я за? Ну, вы знаете, я директор школы и всегда учитываю мнение молодежи. Все-таки мы должны учитывать молодежное мнение, им работать, им жить в дальнейшем. И я считаю, что «Сириус» – это уже готовое государство, так будем говорить, где уже свои средства вложены. То есть там действительно все на высоком уровне. И я считаю, что для дальнейшего развития это необходимо. Тем более это будет обременением на наш бюджет. И если мы от этого уйдем, обременением, я считаю, что мы только выиграем. Однозначно «за». Я за будущее наших детей, за дальнейшее развитие нашего международного курорта. Когда произойдет большое финансирование, на самом деле, уже федерального, наверное, скорее всего, уровня, это будет все, то мы увидим дальнейшее развитие в плане и школ, и больниц, и дорог, и остальной инфраструктуры. Многие мнения в пользу разделения городских округов были связаны со снятием нагрузки с бюджета Сочи на содержание Олимпийского парка, дорог, автобусных остановок, объектов ЖКХ и другой муниципальной инфраструктуры. Изначально было мнение отрицательное, когда только что, а потом, посмотрев и все обсудить, все за и против. Сейчас у нас в данный момент бюджет нашего города реально вытягивает расходы Олимпийского парка. И я не против, чтобы создали «Сириус». Территория с опережающими темпами развития, которой может стать «Сириус», отметили на общественных слушаниях, нуждается в собственном бюджете, депутатском корпусе и администрации. Представители сочинского бизнес-сообщества и санаторно-курортной отрасли также поддержали инициативу о создании «Сириуса» и выразили уверенность, что это станет импульсом для увеличения турпотока и привлечения квалифицированных кадров. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Продолжаем. В Краснодаре прошло совещание по подготовке к пассивной кампании. Вениамин Кондратьев возглавил обсуждение. Главным вопросом на повестке стало увеличение экспорта не только пшеницы, но и сои, и рапса. В зале Аграрного университета края сегодня все те, от кого напрямую зависит, насколько увесистым в этом году получится кубанский каравай. Перед началом совещания труженики поля и ученые обмениваются последними новостями. Разговоров только что о предстоящей пассивной. Начало весны – важная пора как для фермеров, так и для селекционеров. Основа нашего высокого урожая – это выбор правильного сорта, агротехника высокая и погодные условия благоприятные. Погода была действительно благосклонна к аграриям. После теплой зимы состояние 99% посевов хорошее. А это повод для самых амбициозных планов. Теперь важно обеспечить необходимый уход. На совещании глава Кубани обращается к присутствующим. В этом году от житницы России ожидают новых рекордов. Задача не только накормить всю страну хлебом, но и увеличить экспорт. Вениамин Кондратьев предлагает обратить внимание на такие культуры, как соя и рапс. Эти масличные сегодня востребованы во всем мире. Мы должны сегодня сделать акцент на таких культурах, которые экспортоориентированы. Это очень важно. Принципиально сегодня важно. Это у нас соя, это рапс, рапс – своя масло. И соя у нас по итогам прошлого года, сколько мы, 366 тысяч тонн примерно собрали. Это не предел. Сегодня рынки, ниши, которые могут быть нашими с точки зрения занятия нашей продукцией, они есть. Давайте их займем. Андрей Николаевич, еще раз подчеркиваю, по экспорту мы должны максимально навалиться на этот вопрос. Посмотрите внимательно, как мы можем активно, даже где-то агрессивно заходить не только на рынки стран наших братских, но и на европейские, еще раз подчеркиваю, на азиатские рынки. Мы можем, мы можем. Нужно просто сбалансировать, скоординировать, собрать аграриев и вместе поделить, что для этого нужно сделать, нам им и ворваться. Рапс не любит российский покупатель, но за рубежом он пользуется большим спросом. На экспорт уходит 95% произведенного в нашей стране масла. Продукция востребована в Китае и в Европе. На Кубани в этом году азимой культурой засеяно более 39 тысяч гектаров. В Красноярском крае можно получить урожай на уровне 30-40 центнеров с гектара, что многие хозяйства и делают. Ничего рапсу азимому в принципе не может навредить в наших условиях Красноярского края. И наши аграрии могут получить очень высокие и качественные урожаи все наши сорта. Вовремя подготовить почву и соблюдать сроки посева строго рекомендуют ученые. А также насытить землю удобрениями и очистить поле от сорняков. Для аграриев Академик РАН, легенда о сельскохозяйственной науке Людмила Беспалова, даже подготовила список сортов пшеницы отечественной селекции, которые можно успешно применить при посевах. Они не боятся ни засухи, ни морозов. Фермеры из разных районов края сразу же конспектируют и фотографируют. Мы вам рекомендовали, товарищи, необходимо кормить пшеницу раньше, потому что она развивается и нижняя подземная часть хорошо растет. Тем более почва не была в этом году замерзшая, она теплая и корневая система хорошо развивается. Говорить о высоких урожаях, конечно, невозможно без государственной поддержки сельского хозяйства края. В этом году по решению губернатора она будет увеличена до 9 миллиардов рублей. Из них только 3 миллиарда направляется на растениеводство. Чтобы за собственный урожай аграриям не было больно, региональные власти заложили 330 миллионов рублей на агро-страхование посевов. Это поможет фермерам снизить риски. Виды на урожай все примерно понимают и понимают условия, какие сегодня есть и какие будут в этом году. Поэтому я абсолютно согласен. Если мы понимаем, что запас влаги не такой, какой должен быть, и еще много тех вызовов, которые могут быть в этом году, то, безусловно, лучше застраховаться. Но здесь нужно обсудить все равно этот вопрос, что тревожит аграриев, что тревожит сегодня тех, кто работает в поле. То есть, надо не просто возьмите и страхуйте. Давайте обсудим. Вене Иванович, вот за последнюю неделю, даже полторы недели, сегодня активность агрария высокая. Уже заявки поданы на полное освоение средств необходимых, потому что с учетом дефицита влаги, который сегодня имеется, страховать особенно кукурузу, те наши яровые посевы вообще необходимы. Высокими темпами идет и обновление техники. За последние три года аграрии приобрели более 10 тысяч новых тракторов и комбайнов. Это стало возможным во многом благодаря федеральной программе, по которой фермеры получают скидку 10% на покупку сельхозмашин. В этом году появится и подобный региональный проект. В этом году мы предусмотрели краевую программу, где скидка будет до 15% на сельхозтехнику. И мне очень важно, чтобы эта программа была не просто программой на бумаге, а реально в действии. Вот мы сегодня заполнили ее деньгами. Если не будет хватать, вовремя надо корректировать. Но максимально, еще раз подвергну, удовлетворить спрос на сельхозтехнику не может быть высокотехнологичного сельского хозяйства без современной высокотехнологичной сельхозтехники. В некоторых районах края посевная кампания уже стартовала. Скоро подключатся и другие. Контролировать и координировать весь ход весенних полевых работ по поручению губернатора будет краевой минсельхоз. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 27 февраля в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем 14-16 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 9. А в Красной Поляне 27 февраля ясно. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4. Днем плюс 12, плюс 14. Как сделать общественные пространства гармоничными и избавиться от пробок? Сегодня говорили в Краснодаре. Там открылась крупнейшая строительная архитектурная выставка на юге России. Внимание к югбилду приковано со всего мира. В кубанскую столицу приехали представители больше 250 компаний, в том числе из Германии, Турции, Австралии. Здесь представлены последние тренды в отрасли. Старт работы площадки сегодня дал губернатор Краснодарского края. Регион входит в тройку лидеров в стране по объему ввода жилья. Что, конечно, не должно сказываться на его комфорте, отметил Вениамин Кондратьев. И архитектурная выставка югбилд, она стала же часть истории нашего края, одной из визитных карточек нашего региона. Задумайтесь, выставке 30 лет. Отличная черта югбилда 2020 в современнейшем новом подходе, который в целом сегодня реализуется в нашем крае. Можно и нужно много строить. Но можно и нужно строить надежно, качественно, удобно. Вот такое сегодня жилье востребовано жителями нашего края. Конечно, только такое жилье сделает экономику строительному сектору. На югбилде представлены десятки реальных проектов, которые могут быть воплощены в жизнь на Кубани. Вениамин Кондратьев посетил несколько стендов с предложенными идеями от архитекторов по улучшению городской среды и созданию комфортного жилья. Это, кстати, одна из задач в рамках национального проекта, который уже реализуется в Краснодарском крае. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 26 февраля 1945-го продолжались бои в окрестностях Кёнигсберга. Пехота и танки противника неоднократно переходили в атаку. Не добившись успеха, на одном участке переключались на другой. Советские части мощным огнем и контрударами отбрасывали гитлеровцев. Газета «Красная звезда» пишет о героях. Летчик Иванов, например, уничтожил немецкий поезд «Путь-разрушитель». Летчик шел на высоте 2500 метров под нижней кромкой облаков. Незамеченный неприятелем он обнаружил разрушенный участок железной дороги. Неподалеку обнаружился и виновник в состав с четырьмя вагонами. Иванов подал сигнал к атаке своему ведомому. Вдвоем летчики уничтожили «Путь-разрушитель». А с первого Прибалтийского фронта газета писала о снайпере Семене на Маконове. Тунгус по национальности, охотник по профессии, он бил наверняка. На его счету 307 гитлеровцев. Искусству стрелять он обучил более 150 бойцов. Большинство прошедших школу у на Маконова заслуживали потом правительственные награды. Сам на Маконов награжден орденом Ленина. В этот же день публикуется указ о присвоении звания Герой Советского Союза 172 офицерам-летчикам. Среди них 9 девушек. Каждая из них добровольцем ушла в армию, когда началась война. Три летчицы стали героями посмертно. Командир эскадрильи Ольга Санфирова, командир звена Татьяна Макарова и ее штурман Вера Белик. Экипаж сгорел вместе с самолетом. Союзники в это время атаковали железнодорожные депо в Мюнхене, а Шофенбурге и Ульме совершили налет на аэродромы в Габельштадте и Швебешхалле. В Сочи началась реставрация мозаичного комплекса рыбки работы Церетели. К работам приступили сотрудники Российской академии художеств. Визитная карточка Сочи, знаменитый фонтан рыбки, расположен в курортном городке Адлерского района. Зураб Церетели его создал в 1973 году. В последний раз сочинскую достопримечательность обновляли более 20 лет назад. На сегодня, по оценке московских экспертов, в реставрации нуждается свыше 90% мозаичного комплекса. По поручению главы города Алексея Копайгородского, реконструкция скульптурной композиции будет проведена исключительно с учетом мнения Зураба Церетели. Проект согласуют с автором, ныне президентом Российской академии художеств, и только потом направят в администрацию Сочи. Зураб Константинович очень с любовью относится ко всем своим объектам, сделанным по жизни. Конечно, он обрадовался, что все-таки обратили внимание на это, и именно город выступил с предложением о восстановлении этого объекта. Значит, людям надо, значит, людям нужна эстетика искусства. Для начала московские специалисты вместе с первым вице-мэром Сочи Денисом Юрковским и главой Адлерского района Валерием Кокаревым осмотрели композицию, определили объем работ. Напомню, мозаичный комплекс рыбки представляет собой большую и мелкую чаши, которые ранее наполнялись водой. Несмотря на название, вокруг и внутри чаш расположены разные морские обитатели. Морские коньки, морские звезды, черепахи и само дно бассейна и фигурки животных покрыты мозаикой из модной в те годы венгерской смальты, напоминающей цветное стекло. Скульптуре вернут былой вид. И, как отмечают в администрации Сочи, помимо реставрации самой композиции, будет благоустроена и территория вокруг нее. В парке курортного городка установят лавочки и освещение. В Сочи состоялось очередное заседание Совета Международного российско-армянского Лазаревского клуба. Участники обсудили события, происходящие в России и Армении. Организатором проведения заседания Совета Лазаревского клуба выступил депутат Госдумы от Сочинского округа Константин Затулин. На заседании Лазаревского клуба присутствуют представители ведущих общественных организаций и СМИ. За этим столом поднимаются насущные проблемы российско-армянских отношений. Все эти заседания преследовали одну цель – обсудить вопросы безопасности, экономики, средства массовой информации, для того, чтобы найти точки соприкосновения и продвинуться в развитии отношений. Потому что мы не можем, как мне кажется, рисковать взаимоотношениями с Арменией, а Армения не может рисковать отношениями с Россией. То есть мы хотим не дать свершиться задуманному расколу между Россией и Арменией. На обсуждение были выдвинуты несколько инициатив, направленных на восстановление дружеских отношений между Россией и Арменией. И у нас есть, конечно, целый портфель собственных инициатив, мы сегодня их будем обсуждать. Это и стипендии учащимся из России в Армении, из Армении в России. Это издательская деятельность, которую мы начали, формируя библиотеку Лазаревского клуба. Увековечивание памяти людей, которые сыграли важную роль в развитии отношений между Россией и Арменией, в частности Лазаревых, мы ставим им памятник. Напомню, что Лазаревский клуб был образован в 2018 году. За это время заседания проходили как в России, так и в Армении. К слову, Лазаревский клуб назван по имени семьи армянских меценатов Лазаревых, основателей Лазаревского института восточных языков в России. Семья сделала немало для расширения и укрепления армяно-российских связей. И к другим новостям. Ипотечную квартиру можно будет продать самостоятельно. Россиянам могут дать возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка по максимально выгодной цене. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект, который позволит заемщику самому продать ипотечную квартиру, если выплатить кредит не получается. Такой шанс будет предоставлен тем, кто заключает ипотечный договор без целей предпринимательской деятельности. При этом размер кредита должен быть больше 15 миллионов рублей, а банк ранее не требовал обратить взыскание на заложенную квартиру через суд. Заемщик, понимающий, что выплатить кредит он не сможет, направит в банк заявление. С этого момента суд не вправе арестовать квартиру. У заемщика будет полгода на продажу жилья. Документ направлен на то, чтобы максимально уравновесить права заемщика и кредитора, пишет парламентская газета. Сейчас владельцы ипотечных квартир могут продать свое жилье только на аукционе или на публичных торгах. В результате должник оплачивает работу, а ценщик отдает до 3% от стоимости имущества за услуги организатора торговые, до 7% в качестве исполнительного сбора. Сразу три всероссийские регаты проходят в эти дни в Сочи. Это этапы Кубка России в олимпийских классах яхт, в классе яхт финны, всероссийские соревнования по парусному спорту «Зимняя ривьера». Сегодня финальный день соревнований. Погода очень ветреная, и с такими гоночными условиями справились не все. Расскажет Ольга Десятого. Накануне организаторы регаты отменили гонки из-за шторма. Сегодня в Сочи солнечно и ясно, но очень ветрено. Гоночные условия непростые. Перед спуском на воду спортсмены заметно волнуются. Очень много участвующих, поэтому вот видите, какая здесь веселая, так скажем, игра. Кто быстрее сбросит, потому что ветер очень сложный. Вчера устанавливался, не было гонок. Поэтому стараемся побыстрее. Особенно переживают перед выходом в море новички. Порывы ветра мешают даже на берегу готовить лодки к старту. Морально, конечно, очень тяжело, потому что на воду смотря все переворачиваются. Это, конечно, очень страшно и морально, и психологически, да и физически тоже. Один из тех, кто перед стартом не волнуется вообще, это Николай Ковалев. 67-летний яхтсмен большую часть жизни провел под парусом. Гоняться приходилось в самых разных условиях. В парусном спорте не бывает возрастной категории. Пока ноги носят, будешь ходить. Если парус тебе это позволяет, это как бы образ жизни. Море – это наша жизнь. Без моря нам жить нельзя. Мы уже сразу состарим. Погода предсказуемо внесла коррективы в ход соревнований. Некоторым спортсменам сложно было дойти даже до точки старта. Лодки просто переворачивались. Но такая ветреная погода, говорят в Федерации парусного спорта, отличная проверка спортсменов на прочность. Сложный ветер уже 10 метров в секунду – это очень хорошая рабочая погода. Олимпийские игры проводятся и при 17, и 18 метрах в секунду. Хороший, достаточно сильный ветер. По многим это даже приходится переживать, потому что не готовы еще спортсмены к такой ветровой обстановке. Но для олимпийских, будем говорить, медалей и задач, которые стоят перед нашей сборной страны – это чудесная подготовка и совершенствование мастерства. В эти дни в Сочи прошли сразу три регаты. Это первые этапы Кубков России в олимпийских классах яхты, в классе яхт финн и всероссийские соревнования «Зимняя ривьера». В турнирах приняли участие более двух сотен спортсменов из разных регионов страны. Лидирует в основном это Санкт-Петербург, Академия парусного спорта, Крестовский остров. Но тут же у нас, будем говорить так, Москва, Московская область, Краснодарский край – не подарок. И я очень рад этому, потому что наши школьники из Сочинской парусной школы показывают очень хороший результат. А уже в конце марта парусный центр Югспорта в Сочи примет второй этап Кубков России в олимпийских классах яхты и в классе яхт финн. В эти же даты пройдет и сочинская регата. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й, кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok